Сначала он родился, а потом выясняю, что он родился для того, чтобы этот день отчитался за развитие округа. А вот в сфере ЖКХ какие тут процессы, какие мы имеем изменения за год и что нам нужно здесь предпринять. Я вот например обратил внимание, что у вас на ваши 28 брачьих компаний приходится, если поделить весь жилой фонд на квартирных домах, то получится примерно 50-60 домов на компанию. А если учесть, что одна компания вас там обслуживает от 1100 домов, мы имеем тогда на каждую компанию от 5 домов до 30. Это хорошо от 5. У меня 6 компаний имеют по одному дому всего. Вот как раз я хотел понять нашу ситуацию в этой связи, потому что люди здесь тоже оценивают это особо, будем говорить, требовательно. Смена компаний это потерянные ресурсы. Дома у нас старые. Одна компания ушла, другая пришла. У нас нет точно бухгалтерского отчета, как на хорошей стройке. Незавершенные работы сдал, незавершенные работы принял. Ушли. С какими долгами ушли, с какими выполненными обязательствами ушли, с каким невыполненным текущим ремонтом. Никто ничего не докажет. Всякая смена, всякая перспектива для наших жителей, для наших домов вредна. Какие мы здесь имеем процессы? Ну, можно я немножко к техинспекции вернусь на этот вопрос. Вот я сказал, что мы 6700 сделали уведомлений. Из этих 6700, 6000 было исполнено. Сроки, которые были поставлены. Поэтому я считаю, что техинспекции всю свою работу исполняют. Теперь, что касается правящей компании. У меня, конечно, был удар, когда я узнал, что к концу года у меня стало 28 компаний. Честно говорю, была 21 компания еще где-то на сентябрь месяц. 7 компаний пришло моментально. Эти компании, по-моему, 6 компаний всего служат, это один дом. То есть это просто пароль на компанию. Какое есть решение? Я думаю, что решение должно быть в том, чтобы были крупные компании на сентябрь округа. Одна, две, максимум три. Чтобы можно было с ними работать. Когда приглашаешь на совещание, и ты не знаешь, кто начальник в этой компании, это не изхорошо. То есть его спросить уже нельзя. За то, что он не делает, за то, что он делает на доме. Поэтому самое главное, я считаю, что должен быть закон принят на уровне федерации, чтобы эти компании имели лицензии, чтобы они имели базу, имели технику, имели специалистов. Сегодня пока такое мы сделать не можем. Я не хочу посягать на решение, принятое в правительстве и президенту Российской Федерации. Но когда управляющие компании будут получать лицензии, нам легче не станет. Чтобы организовать там нормальную работу. Поэтому я вот обращаюсь и к Департаменту общественных отношений, и к вам, и к Департаменту городского хозяйства. Государственная жилищная инспекция, округа, Департамент общественных отношений, вот должны очень плотно работать вот этим треугольником. Тогда мы выполним главную задачу нашего жителя, собственника, коллективного собственника квартирных домов. Мы ограмотним, мы выстроим отношения, и управляющие компании уже не смогут, что называется, наполовину выполнять свои функции. Из-за чего, собственно, у них сегодня основная претензия. И страдают от этого и те компании, которые добросовестно работают, которые стремятся хорошо работать. Ведь у нас в этой сфере вот два колоссальных, две колоссальных проблемы. Первая – это то, что собственник коллективный, у нас в доме может проживать 230 семей, да, и 230 собственников могут высказывать свои собственные требования. Не обращая внимания на то, что там есть совет дома, там или есть другие более насущные проблемы. Это вот одна сторона дела. Вторая сторона дела, что из-за десятка управляющих компаний добросовестных, всех записывают без малого в криминальные структуры. Обзывают их коммунальщиками, хотя они не имеют никакого отношения к коммунальным услугам, именно в тех домах, где они посредственное управление. И все грехи свешивают на них. Поэтому вот здесь нужно работать и лидерами, и лидерами сейчас округа. Потому что округа работают с ктосами, округа получают контакт от общественников. И они отражают это население, и они помогают сформулировать правильное действие. А дальше структура уже официальная. И вот вам нужно этим делом вплотную заняться. И последний вопрос. У нас с парковками, как автомобилей, редко бывает так, чтобы не задавали вопрос любому из нас, кто выходит в аудиторию, кто выходит в население, то ли на прием, то ли на встречу какую-то. Мы определили, что Советский округ у нас займется гаражной проблемой. Для того, чтобы ее эффективно решить. Если есть гаражи, узаконить, землю отвезти, договоры соответствующие, оплата соответствующая. Если незаконно, значит поступать надо так, как с незаконным. Если мы решаем эту проблему, как мы ее решаем? Отводим землю для формирования стоянок, что вначале было активно в городе, а потом не стало активным. Следим за тем, где машины стоят и боремся с нарушениями. Каким-то образом стимулируем строительство, многоуровневек, парковок и так далее. Вот в этой части округа позиция какая? Что касается гаражей, я уже выступал, говорил, что сегодня оплата за гараж мизерная. Почему-то мы не можем, или имеем очень маленький доход от аренды этих мест. Хотя, честно говоря, я придя в округ, не стал делать упор на выноску гаражей. Ну, пока же жалобы жителей. Почему? Ну, вот есть несколько домов, где один человек жалуется, а 80 человек. Их это все устраивает. Мне проще отвезти им землю, этот гаражный кооператив, узаконить и брать с них деньги, чтобы шли в бюджет города Омска. Да, там у нас есть вопросы по архитектуре, когда необходимо эту площадку кому-то приходится нам выносить. Ну, то есть упор на то, что выносить гаражи без беспорядочного режима, этого у нас нет. По парковкам. Да, очень много вопросов, когда паркуются на газонах, на тротуарах у домов. Ну, здесь я, честно говоря, решения пока не вижу. Наши дома, в СССР, построены в таком виде, что ставят них. Дворы территории очень маленькие. Очень, конечно, сейчас, скажем, в дворе десятки машин. Проезд три с половиной метра, машин-машин, две машины уже не поставишь. Нельзя разъехаться. Конечно, это хорошо, если в Кировском округе, по-моему, Макашевич 19, где активная стажа по дому, она собрала деньги и вот за два или три года построила хорошую парковку для машин. Это очень хорошая инициатива, как мы пытаемся ее в округе внедрить. Ну, нужно, чтобы было желание еще жителей самого этого дома. Не всегда это происходит, потому что нужно платить деньги. Я лучше поставлю на газон, и пускай она стоит. Вырву забор или сама дерево, это будет проще. Наказываем, серед протоколы, решаем, чтобы в нашем ГИБДД нам давали данные по ним. Ну, ну, говорю по парковке. Хорошо, разрешаем. Так, пожалуйста, вопросы появились? Где достаточно? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!